Резиновые сапоги и выносливый внедорожник. Весной это мечта любого челнинца. Кое-где лужи напоминают искусственные водоемы, а разбитые дороги некоторых улиц и дворов колечат автомобили. Весенние проблемы традиционно заставляют горожан прокладывать новые фарватеры, искать объезды и безопасные маршруты, чтобы не утонуть в луже или не напороться на скрытую под воду угрозу в виде ямы на дороге. Со всей этой картиной сегодня поближе познакомился мой коллега Егор Орлов. 90% ливневых канализаций нами были открыты уже две недели тому назад. Мы сейчас поддерживаем по ночам горячей водой, отмываем и дождеприемные колодца. В данный момент по городу таких аварийных ситуаций не создается. Огромные лужи на проспектах и внутри комплексов. Брызги во все стороны. Для Челнинской весны это нормально, считают на предприятии автомобильных дорог. Тем временем армия недовольных горожан растет. Стас вообще ужасный. Везде лужи не пройдешь, не проедешь. Особенно вот этот проспект Тюмбеке, когда весна и осень, очень много луж и грязи. Раньше городом как-то занимались больше. Ребят, как планируете обходить? Планируйте! Возле дома 12-21 автомобилисты стараются двигаться помедленнее. Под водой может быть глубокая яма. Гигантская лужа своим видом отпугивает и прохожих. Обойти ее непросто. Лучше обогнуть дом, чем попытаться преодолеть водоем. Приехал с Нижнекамска в шоке. От того, что у вас так мокро. Ливневку не сделали. Сейчас каждую весну и осень здесь топит постоянно. Можины даже в гараж проехать не могут. Там гараж. Почему-то с талой водой и осадками не справляются и ливневки на Орловском кольце. Здесь перемычка, как магнит, притянула к себе серьезное количество жидкости. О подобных затопленных участках и других проблемных местах в городе отныне можно рассказать не только в блоге мэра, но и на представленной сегодня интерактивной карте набережных Челнов. Объявляем о начале городской программы. Это интерактивная карта нашего города «Сделай город краше». Мы говорим о том, что есть челнинцы, которые неравнодушны и всегда поднимали эти вопросы. Мы даем другой инструмент, более доступный. Указать географическое место, будь то сломанное дерево или неработающий фонарь, огромная лужа или гигантская яма на дороге, может любой зарегистрированный пользователь. Для нашего города это новое слово во взаимодействии властей и населения, считают разработчики проекта. Отметив на карте точку, необходимо также кратко описать проблему. Ответственные службы должны отреагировать, но если не мгновенно, то очень быстро. А как скоро решится вопрос, зависит от того, каких ресурсов это потребует. На карте проблем уже немало отметок. Я указал на ту лужу, которая так мешает жителям 12-го комплекса. Теперь все в курсе, что на данном участке потоп. Кроме того, у каждой отметки отображается свой статус, по которому видно, на какой стадии решения находится вопрос. Кстати, чем больше людей вас поддержат, тем лучше. Егор Орлов, Эльнар Мустахин, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челны. Редактор субтитров А.Семкин